Музыка Уважаемые товарищи, разрешите начать наше заседание Российского комитета рабочих. И вначале хорошо почтить минуты молчания память нашего товарища Владимира Михайловича Кудрявцева, которого, как уже вы знаете, недавно постигла смерть. Вот. И наш товарищ Кудрявцев был настоящим борцом за дело рабочего класса. Основатель Российского комитета рабочих. Один из основателей Нижегородского движения. И на него нам всем надо равняться. Прошу почтить. Прошу садиться. Так, товарищи, я предлагаю открыть наше заседание Российского комитета рабочих. Кто за? Против. Воздержался. Единогласно. Предлагается проект повески. Первый вопрос. Это борьба за продвижение прогрессивных коллективных договоров. Докладчик Алексей Михайлович Чёпа. Второй вопрос. Об использовании соут для борьбы за улучшение условий труда. Докладчик Андрей Владимирович Бабин. Третий вопрос. Об использовании рабочей печати для борьбы за общие интересы рабочих. Докладчик Андрей Анатольевич Федорович Бабин. Кто предлагает проголосовать за данную повестку? Кто за? Против. Воздержался. Единогласно. Предлагаю рекламент. Регламент. Доклад 15 минут. 7 минут это на выступление к докладу. Правильно? Принято. Принято, так называемое. Кто предлагает проголосовать за данный рекламент? Кто за? Против? Воздержался? Единогласно. Члены редакционной комиссии это у нас, как правило, докладчики по повестке и консультанты Российского комитета рабочих. Правки к проектам постановлений отправлять в форексиациях и направлять членам редакционной комиссии. Закладчики ЧОПа Алексей Михайлович, Бальден Андрей Владимирович, Федин Андрей Анатольевич и консультанты Российского комитета рабочих Денис Борисович, Екатерев, Александр Владимирович Золотов. Тех, кто не присутствует, это консультанты Российского комитета рабочих. Это Явков Кирилл Валерьевич. Мазур Анатольевич. Николай Сенч, Попов. Предлагаю субсердить членов редакционной комиссии. Кто за? Против поддержать. Предлагаю перейти к первому вопросу. Борьба за продвижение прогрессивных коллективных договоров докладчика Алексея Михайловича. Товарищи, еще раз. Меня зовут Алексей Михайлович Чопа. Оператор в Курску. Экспериментально выросли на комбинатор в Курске. На предыдущем заседании Российского комитета рабочих этот вопрос уже стоял в поверхности. Он у нас такой перетекающий. Этот вопрос уже, так скажем, традиционно. Мы рассматривали, в общем, было предложено постановление собирать в офисе поддержку проекта прогрессивного коллективного договора. Какая работа уже ведется на некоторых предприятиях? Делегаты Российского комитета рабочих прошлого заседания эту работу ведут. Здесь хотелось бы отметить, что на этом этапе важно уже задуматься о формировании представительного органа работников, то есть такого органа, который официально получает право проявить инициативу по вступить в переговоры с работодателем по заключению коллективных договоров, изменений и дополнений коллективных договоров. То есть даже если вы собрали подписи за проект коллективного договора, даже если у вас там несколько проектов перегативных договоров, никто вам с вами не будет разговаривать, пока у вас не будет официального представительного органа работников. То есть что это значит? Статья Трудового кодекса номер 37, она четко регламентирует нормы, какой представительный орган получает вот это вот право инициативы проведения, вступить в переговоры с работодателем по заключению коллективного договора. То есть если на предприятии уже создан профсоюз, объединяющий более половины сотрудников предприятия, то такой профсоюз решением своего выборного органа может создать такой представительный орган работников и он автоматически получает это право инициативы проведения коллективных договоров, переговоров по заключению коллективных договоров. На предприятиях, где нет такого профсоюза, который объединял более половины сотрудников, или, допустим, на предприятиях, где действует несколько профсоюзов, которые каждый не объединяет более половины сотрудников, но они вместе объединяют более половины сотрудников, они решением своих выборных органов направляют своих представителей в единый представительный орган работников. Такой представительный орган работников тоже получает такое право инициативы проведения коллективных переговоров. На предприятиях, где нет таких профсоюзов, которые объединяют более половины сотрудников, что представительный орган работников может быть выбран решением собрания организации, собрания работников организации, либо конференции работников. То есть коллективам, которые ведут борьбу за заключение профессионального коллективного договора, важно озаботиться, где нет такого профсоюза, который объединял более половины сотрудников, важно озаботиться созданием делегации на конференцию, которая могла бы принимать такое решение об избрании представительного органа, иного представительного органа из числа делегатов конференции. То есть, что это значит? В инициативной группе, которая ведет работу по продвижению прогрессивного коллективного договора, нужно создать делегацию, то есть найти таких людей, которые заинтересованы в заключении прогрессивного коллективного договора, в соответствии с нормой представительства. То есть, допустим, что такое конференция? То есть на предприятии работает, допустим, тысяча человек. То есть понятно, что собрание работников такого предприятия должно объединять минимум 500 с лишним человек от 500 человек. Даже помещение такое найти трудно, чтобы провести такое собрание. Поэтому применяется другая форма такого органа, который может принимать решение имени всех сотрудников предприятия. Это конференция. На конференции участвуют делегаты. Определить норму представительства делегатов на конференции могут сами работники. То есть решением инициативной группы, решением собраний, утвердить его на решении собраний. Для чего это делается? То есть нужно исходить, условно говоря, из возможного помещения, где может быть проведена конференция. То есть есть такое, например, помещение, где помещается 50 человек. То есть и, соответственно, конференции, делегатами на конференцию могут быть делегированы 50 человек в соответствии с нормой представительства, 50 человек от тысячи. И кворум конференции – это 2 трети от числа всех делегатов. Для чего это делается? То есть эту работу в любом случае нужно вести по созданию вот такой делегации, по утверждению делегации. Для того, чтобы, во-первых, избрать из числа делегатов представительный орган работников. То есть, соответственно, эти делегаты, они должны быть подготовлены все, понимать, что они делают, для чего они будут на конференции. То есть они должны знать, за что голосовать, какие принимать решения, кого выдвигать в представительный орган. То есть представительный орган работников может быть выбран из числа делегатов тайным голосованием на конференции. Ну, то есть это так прописано в другом году. То есть конференцию в любом случае нужно готовить в том смысле, что наш такой аргумент силы в подвижении прогрессивного креативного заговора – это забастовка и не угроза забастовки. Решение о проведении забастовки, даже если есть представительный орган работников, уже готовый, может принимать только конференция или собрание. Поэтому у вас на этапе даже сбора подписей нужно позаботиться вот этим вопросом по созданию действительного законного представительного органа работников. Важный момент здесь, очень интересный, я считаю, открытием, можно сказать, на каких предприятиях может быть заключен коллективный договор и возможность заключения коллективного договора на обособленных структурных подразумениях. То есть статья 40 Трудового кодекса гласит, что коллективный договор, ну вот что это за документ, да, то есть это такой локальный коммертивный праворак, который может быть заключен на предприятиях, ну в организациях, филиалах и в обособленных структурных подразделениях. Что такое обособленные структурные подразделения? То есть у нас многие предприятия, они разбиты на какие-то небольшие предприятия и пытаться на каком-то, ну вот если инициативная группа создается на небольшом каком-то участке предприятия, это отделена территориально, условно, от всей организации, пытаться влиять на, пытаться стремиться заключить коллективный договор на всю организацию, это достаточно такой сложный процесс и до сих пор, мне кажется, для многих был вообще непонятен какой-то абстракцией. Сейчас, как бы, ну вот, в общем, по документам, так сказать, вот пошерстили, вот, значит, статья нового кодекса 40, она говорит о том, что коррективный договор может заключаться в обособленных структурных подразделениях. А вопрос, а что такое обособленное структурное подразделение? Начинаем искать и получается, что это вообще норма налогового законодательства, то есть такая декстрационная история, да, вот, что такое обособленное структурное подразделение. И, в общем-то, единственная норма, которую было снять, это вот норма, статья 11, Водовый кодекс Российской Федерации. Обособленное подразделение организации, любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту награждения которого оборудованы стационарные рабочие места, признание обособленного подразделения организации, таковым производится, независимо от того, отражено или не отражено его создание учредительных или иных организационно-распорядительных документов организации и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца. Вот, уже в такой, в током структурном подразделении может заключаться свой коллективный договор. Статья 40 Трудового кодекса, это что такое коллективный договор и на каких предприятиях этот документ может заключаться. Статья 11 Налогового кодекса Российской Федерации об определении обособленное подразделение организации, что это такое. И в статье 40 Трудового кодекса есть такая ссылка на статью 37, что представительный орган работников обособленных структурных подразделений определяется путем... А, вообще смысл такой. То есть, если в организации в целом действует профсоюз, который объединяет более половинных сотрудников, то есть, при ведении переговоров с администрацией, по заключению коллективного договора на всю организацию в целом, такой профсоюз уполномочен вот этим правом, получает автоматически такое право ведения переговоров с администрацией, но на весь, на все предприятие в целом. Но если обособленное структурное предприятие этой большой организации в целом не объединяет более половины сотрудников этого обособленного подразделения, то есть, члены профсоюза, количество членов профсоюза в обособленном структурном подразделении менее половины, то представительный орган работников этого обособленного структурного подразделения определяется пунктами 2.5 ст. 37, то есть, это либо представительный орган работников, который избирается в тайном голосовании на конференции рабочих, либо это профсоюз. Да, значит, статья 37. Как, каким образом определяется представительный орган работников обособленного структурного подразделения? То есть, это иной представительный орган, избираемый тайным голосованием на конференции, это профсоюз, который, значит, объединяет более половины сотрудников, то есть, члены профсоюза, профсоюза, либо это профсоюз, который не объединяет более половины сотрудников, получает от работников доверенности, от работников представляет интересы на переговорах, то есть, количество этих доверенностей должно в сумме быть более половины числа сотрудников. Либо это два профсоюза, которые каждый не насчитывает более половины сотрудников, но вместе они объединяют более половины сотрудников, они в соответствии с нормой представительства создают свой представительный орган. Суть в том, что коллективные договоры можно заключать на обособленных структурных подразделениях, используя и ссылаясь на эти нормы законодательства. Здесь важно отметить, а каким образом сформировать делегацию на конференцию работников? То есть, делегатов на конференцию избирают собрание. А как провести вот это вот собрание более половины сотрудников предприятия или обособленного структурного подразделения? Значит, есть такая форма собрания. Очень разручное голосование. То есть, в повестку, грубо говоря, ставится один вопрос об избирании делегатов на конференцию работников предприятия. Те делегаты, которые уже подготовлены, они уже знают, что нужно делать, и решение принимать. Указывается, в общем-то, список предложенных делегатов, за которых нужно проголосовать. И лист регистрации участников собрания. И такое собрание в форме мощно-зрочного голосования можно проводить в течение нескольких дней. В течение некоторого времени. Вот. То есть, и в протоколе будет указано, соответственно, точное-зрочное собрание, время проведения. С такого-то, такое-то число. С такого-то месяца, такого-то года. Вот. Такая форма позволяет действительно провести такое собрание. И, в общем-то, даже на практике проверено, что это все работает. Мы у себя в подразделении провели такое собрание. В течение трех дней обошли более половины сопротивников подразделения. И у нас мы, в общем-то, сформировали уже свою делегацию. Вот. Ну, там сейчас есть нюанс небольшой. То есть, у нас еще есть три подразделения, где тоже надо перебрать еще дебрегата. Вот. И проводить уже конференцию по избранию представительного органа работников. И дальше уже сможем выходить на переговоры по заключению коллективного договора. В общем-то, у меня все. Готов ответить на вопросы. Товарищ, есть вопросы? Есть. Да, да. Вопросы, которые находятся практически с точки зрения проведения самого собрания. Немного непонятно. То есть, вот, есть какое-то количество делегатов, да, то есть, вот, они определенные, как бы, намечены, так сказать, да, которые подготовлены. А вот само непосредственное проведение вот этого собрания. То есть, по одному людей обходить. Или где-то нужно собрать какое-то определенное количество людей, что вот они действительно единоразово проголосовали. И, как бы, второй момент, каждый должен проголосовать за каждого делегата, да, либо, ну, как бы, простынь, там, а, голосуешь за одного. То есть, как бы, простынь. Идея, каждый должен проголосовать за каждого. Вот, но, в целом, вопрос о создании представительного органа работников, это, этот вопрос, он лежит в компетенции работников. То есть, работники решают, каким образом им создавать свой представительный орган. И как им проводить это собрание. Главное, что это будет все оформлено документально. И, естественно, не должно никакого, что, там, три человека, что-то там, подмахнули какие-то документы, да, там, вывели. Это легко все это будет, ну, легко это проверить. И такой протокол, он не будет действительно. То есть, у вас люди реально должны, вы реально должны их обойти, вы реально должны собрать эти голоса. У вас должен быть лист регистрации участников, что каждый, вот, своей рукой, там, себя впишет. Что, в крайнем случае, чтобы вы могли доказать то, что такое собрание, оно правомощное, что оно действительно. Потому что, ну, понятно, что работодатель просто так не скажет, а, давай, заходи, будем разговаривать с тобой, решать вопросы, что он ничего не будет доказать, нет, это надо еще не будет, я так думаю. Ну, это просто, имеется в виду, как бы, на рабочем месте прямо можно подходить человеку, или надо, там, например, не собирать отдельно. Ну, на самом деле, это же зависит от дисциплины на ваших предприятиях, да. То есть, у каждого на предприятии есть какой-то свой определенный регламент, да. То есть, как вы взаимодействуете между собой. Вот, как вы можете взаимодействовать между собой в рамках, ну, чтобы не нарушать дисциплину, да, чтобы не получить по шапке от работодателя за то, что вы там нарушили дисциплину. Где-то на обед, во время обеда, обсудили, там, допустим, 15 человек все-таки собрались, подняли вопрос, там, буквально, это, это 10 минут. Но 10 минут, это когда у вас уже, ну, какая-то работа ведется, да, то есть, люди уже примерно все равно понимают, что какая-то, какое-то движение есть. Так вот, с бухты-барахты я не думаю, что получится провести такое собрание. Все равно должна вестись какая-то планомерная работа инициативных групп, или инициативной группы на предприятии, где эти вопросы поднимаются периодически, обсуждаются. Если такая работа ведется, у вас, ну, практически не останется вопросов, как это сделать. Организационно вы будете понимать, что вот, вы вот так вот собираетесь, вы вот так вот можете провести такое собрание. Оно у каждого индивидуально, скорее всего. Ну, у нас вот есть возможность обойти по участкам, ну, мы, естественно, в свои выходные у нас есть возможность, да, как бы зайти на предприятие, и, не знаю, начнусь, мы можем это делать. Вот, у кого-то может по-другому, чуть более сложнее как-то, но все равно вы взаимодействуете в коллективах как-то, каким-то образом, и вот, это надо использовать. Оно у всех индивидуально. То есть, правильно ли мы понимаем, что фотография на одном предприятии может действовать сразу несколько коллективных договоров, договоров каждого на своем подразделении обособленного? Правильно. Вот это не могу. Ну, обособленное структурное подразделение может действовать. Да, если оно соответствует определению обособленного структурного подразделения или филиала, ну, коллектив такого подразделения в праве создать свой представительный орган работников обособленного структурного подразделения И получает такое право заключить коллективный договор на обособленном порядке. То есть, если организация состоит из множества обособленных структурных подразделений, на каждом структурном подразделении заключается множество. Своим адресом. Да. То, что надо получается. Да. Очень интересно. Спасибо. Пожалуйста. У меня два комната. Получается, когда у нас работа идёт уже по инициативной группе, созданной на разных этих... Не скажем, что обособленные подразделения, допустим, ЦХ и бригады, да? Да. И вы организовали из этих инициативных групп делегатов для общего собрания. Соответственно, если уже эта работа проведена, то у инициативных групп надо будет доводить до сотрудников, какие движения происходят уже на этих общих собраниях. И вот этот организационный момент, он уже по одному человеку не получится работать, чтобы донести обратную связь. Это уже надо собрание проводить более серьёзное. Ну, бегает там, как вот под подпись. Ну, вот это вот надо понять, что вот то, чем мы вот сейчас занимаемся, да, российский комитет рабочих. Это вот, в общем-то, такая тренировка, а как это должно на предприятии происходить? Та же схема. Вот пять человек направляют своего представителя от коллектива на российский комитет рабочих. То есть это уже какая-то инициативная группа, да? То есть вот эти пять человек, они направили. Делегат едет на РКР, обсуждает вопросы в повестке, принимаются решения. Этот делегат возвращается на своё предприятие и доносит обратно туда, вниз, информацию, которую он получил на заседании российского комитета рабочих. Точно так же здесь есть инициативный комитет. От него, грубо говоря, есть делегат на конференцию. Проводится конференция, приняты решения какие-то. Делегаты этих конференций идут обратно в свои коллективы и доносят в своих инициативных группах эту информацию. Обратная связь работает. Я из этого исходя в этот пункт выделил, что лучше всего обратная связь работать и вместе всех собрать и не по одному бегать, вылавливать и рассказывать, что произошло. Я не очень понимаю, что значит всех собрать. Инициативную группу надо собирать. И второй момент – это, допустим, у нас есть разные организованные инициативные группы по цехам, допустим. И если в одном цехе работает 100 человек, а в другом – 20, будет ли смысл, допустим, от цеха со 100 человек больше делегатов направлять на общее собрание? Я хотел бы, есть ли вопрос в этом плане или рекомендации? Если, допустим, одна инициативная группа больше, от нее будет больше, норма представительства от нее больше будет. То есть, условно, можно определить вот эту норму представительства. Один человек от скольки пойдет. То есть, вот, допустим, цех 100 человек, а, допустим, норма представительства один от десяти. Значит, от цеха, где работают 100 человек, идет 10 человек, а от цеха, где работают 20 человек, идет 2 человек. Да, даже вот само определение вот этого представительного органа рабочих, да, работников, то есть он, ну, в своем определении имеет слово «представительный». То есть, а представительство от какого числа? То есть, это норма представительства. И вот эта норма представительства, ну, она как-то вот определяется решением, ну, того же собрания, да, то есть, в поддержку того же очно-заочного голосования можно включить такой вопрос о норме представительства, чтобы вот определить норму представительства один от десяти, допустим. Ну, у кого как, я не знаю. То есть, если 10-тысячный завод, то, ну, понятно, что это там один от 100, или там еще больше как-то. В зависимости от того, где и сколько человек можно собрать, чтобы провести эту конференцию. Вот. Чтобы зафиксировать именно норму представительства, вот такую норму можно, ну, такой вопрос можно включить в протокол собрания формы очно-заочного голосования. Чтобы, ну, тоже, как бы, зафиксировать этот момент. А то, ну, мало ли, начнется какие-то вопросы. От всего вы взяли, что там 10 человек могут представлять интересы там всего там предприятия. Чтобы таких вопросов не возникало, это вот надо тоже, видимо, ставить такой вопрос в повестку собрания по формированию делегатов, по формированию делегаций на конференции. Есть еще вопросы. Да, у меня тоже был вопрос про норму представительства. Но я правильно понимаю, что каждое подразделение, оно, если может, оно собирается очно и на собрании решает норму представительства, как бы, от себя, на общую конференцию. А если не может собраться очно, то оно очно-за очно проводит голосование. Также, ну, выбирая норму представительства, если это маленькое подразделение, там, на супостанции есть 10 человек одного. Если где-то, там, 50 человек, там, может быть. Там они могут троих, там, или пятерых посылать. И потом уже... То есть норму представительства выбирается на собрании вот каждого подразделения, каждого из этих людей. Я так понимаю, что норма представительства, она рассчитана на все предприятия. То есть представительный орган работников какого подразделения? То есть вот если это обособленное структурное подразделение, и в нем еще есть подразделение, то норма представительства идет на норму представительства, на весь коллектив. То есть если в коллективе всего организация рассчитывает тысячу человек, то норма представительства будет, ну, допустим, один от десяти. То есть она одна подразделительская. Один от десяти человек собрали на конференцию, когда они... Организация тысячи человек, да? В этой организации одно подразделительное, например, рассчитывает двадцать человек, а другая организация сто человек. А норма представительства все равно будет один от... А вот эта вот норма, как астуру, решает? Работники. Работники. То есть решение... Для третьих? Нет, для третьих это клоун. А вот именно где это решается? Вот я и говорю, что вот этот вопрос нужно, скорее всего, поставить на собрании... На собрании все организации. Да, и вот в процессе. Проходит собрание в форме научно-заводочного голосования, где определяется количество делегатов. Вот два вопроса, получается, будет в повестке. Первый вопрос – определение нормы представительства, и второй вопрос уже по делегатам. То есть за каждого делегата... Да, и вот это голосование по всему предприятию, и уже... Ну, то есть в этом голосование должны принять участие более половины сотрудников, ну, чтобы обеспечить клоун. Я так понимаю, что... Вопрос как? Вопрос как? Нет, нет, нет. Я просто хотел вам это уточнить. Законодательство, оно предполагает собой две трети. Вот, собственно, не важно, какая численность, значит, предприятия. Смысл инициативных групп профсоюзов какой? Чтобы большинство проголосовало за тот вопрос, который будет ставиться на конференции. Вот и все. И здесь не надо как бы... Здесь само собой все определить. Главное, чтобы конференция большинство проголосовало за тот или иной вопрос. Вот просто. Добавлю. Это как бы не вопрос, сколько человек послать конкретную конференцию. Самое главное, послать подготовленных людей на конференцию, да? И главное, переиграть в этом плане работодателя, чтобы этот вопрос не был забит на повестке дня, а чтобы за этот вопрос проголосовало большинство, чтобы следовать уже дальше. Такой момент. Есть еще вопрос, товарищ Алексей? Я еще добавлю тоже момент, как я вспомнил, что вот на предприятиях, где действует уже профсоюз такой, условно назовем желтый, да, но который не насчитывает более половины сотрудников, например, основная борьба будет там. То есть нужно будет, ну, они будут препоны всякие стражать. То есть основная борьба будет там возникает. Ну, на нашем опыте, по крайней мере. Вот. Но важно действовать по всем направлениям. То есть и создавать конференцию, создавать делегатов для определения представительного органа работников, иного представительного органа работников. Действовать в этом профсоюзе, чтобы его орабочивать. Потому что в любом случае, даже если вы создали иной представительный орган работников решением конференции, вы, проявляя инициативу выйти на переговоры с работодателем, обязаны известить действующий профсоюз на предприятие и совместно сформировать единый представительный орган работников. То есть решением выборного органа этого профсоюза будет направлен представитель в единый представительный орган работников, чтобы вести переговоры с работодателем. То есть там тоже нужно вести работу в этом профсоюзе, чтобы были направлены специально рабочимые люди, условно, от этого профсоюза в этот единый крестительный орган. И вот там тоже будет определенное столкновение, так скажем. Возможно, возможно. Возможно, это такой уже рабочий профсоюз. Или у вас есть уже свой какой-то профсоюз, который, в общем-то, стоит на позициях рабочих. Она не только на предприятиях, а в свободное время по домам, например, действует договоренность, может, как-то в стране с тях посещает. То есть, я думаю, может, ВСИИ можно, да? Я думаю, да. И есть ли какие-то там информации, например, по поводу как-то электронных подписей в данные голосования? Я думаю, что... Разрезные работы, тяжело собрать на всех. Да, я понял. Я думаю, что вот эта история с электронными подписками, она достаточно какая-то мутная будет. Как это доказывать потом? У вас должен быть документ. Там предъявили, вот, все, вот, пожалуйста, на этот документ. А как ты будешь доказывать, что у этого подпись такая электронная, она действительно отличная? Ну, это будет сложно. Лазарь Вячеславов. Это монтажник 4-го разряда, группы, инфекция. А, значит, ну, в соответствии с рекомендацией, ну, я уже об этом говорил, да, сбор подписей идет. Могу сказать, что не просто вообще убеждать товарищей целесообразности, да, подписать проект, подписанный лист, да, поддержать проект работников. Очень привыкли товарищи заглядывать в рот начальству и считать себя бесправными, даже не задумываться, да, о своих возможностях, как коллектива. Никто не говорит, что это быстрый процесс и что убеждать, вот, получится быстро. Но все равно найти для начала одного, двух, трех, четырех человек обязательно удастся, потому что это все-таки требования и положения такие отражающие, выражающие объективные интересы большинства коллектива. Да, это же вы сами составили, будучи работником конкретного предприятия, знаете, какие объективные интересы работников, большинства работников вашего предприятия. Если не подготовить подписной лист, не подготовить проект, не начать пропаганду и агитацию за поддержку, значит, вашего проекта работников, то точно совершенно ожидать результата, как бы, не приходится. Вот, мне интересно, вот, товарищ Ак, а кто сейчас из присутствующих собирает подпись? Вот, поднимите руки. Ну, вот, это достаточно неплохо, да, но не все. В принципе, я думаю, что написать на одну страницу проект и оформить подписные листы, чтобы они были. Ну, и хотя бы одну подпись взять, одну, да, это уже будет процесс сбора подписи, и у вас будет готово, хотя бы, да, готово самое, самые условия для сбора подписи. И вот, например, у меня на работе тут недавно совсем произошел такой интересный момент. Значит, вот, аварийная служба в один прекрасный день, одной из смен, которые я сменял, как раз, я следующий, да, пришел, у меня временно там работают, заменят товарища, вручили новые должностные инструкции, сказали подписать в течение дня. А там написано, электрик выполняет работу по сантехнике, значит, по слаботочке, летает в космос, лечит зубы, там, все вообще. То есть, какие-то спектры работ просто расширены, безграничны. Ну, и все привыкли все выполнять, все подписывать. А вот здесь, как-то, вот что-то задумались товарищи, потому что, ну, на лицо ухудшение условий труда. И обратились, вот, мы решили просоветоваться, так, коллективно обсудить этот момент. Ну, и пришли к выводу, что есть трудовой договор, в нем прописаны, обязательно должны быть прописаны условия труда, в том числе трудовая функция. И вообще, в Трудовом кодексе сказано, что условия труда, прописанные в трудовом договоре, можно поменять только с согласия работника. Ну, предусмотрена там, конечно, такая вещь, что по инициативе работодателя можно менять условия труда в определенных ситуациях, кроме трудовой функции. Вот это нельзя менять. Соответственно, вот это товарищи осознали, и для них в следующей смене уже таких предложений не поступало. То есть работодатель задумался вообще, стоит ли продолжать это делать. Я к чему это? Товарищи вот не стали подписывать документ, который ухудшает это условие. Ну, вот уже возникает процедент спросить у них, ну, хорошо, этого вы не подписали, а улучшающие ваши условия, что вам мешает подписать? Вот когда это произойдет, то или иное событие, которое сдвинет что-то в сознание, неизвестно. Но нужно готовить вот это, как бы, то, что я сказал, подписной лист, чтобы он был заранее. То есть воспользоваться моментом, и товарищи, который вчера отказался подписывать по каким-то причинам, сегодня он согласится. Но если у вас нет, вы не начали с блог-подписи даже, то это просто сгорит, как-то улетит никуда. Потом сложно будет еще вернуть. А помнишь, там, вот это вот, надо сразу, то есть ковать железо, пока он горячен, значит, надо уже подготовить для этого все условия. Вот так сейчас. То есть не надо, уже все сказано, мы уже все понимаем, что это надо делать, что-то другому никак. Уже обсуждаем, подтверждаем эти обсуждения, каждый высказывается за, но не собираем. Хотя вот я рад, что многие подняли лопу сейчас, я ожидал, что будет меньше. Вот все в обыск. Спасибо, я хотел сказать. Конференция Николая Чижевский, завод пластмасс. Уже не есть экструдоры. Ну, конечно, надо понимать, что эта конференция, она не является каким-то там автоматическим решением, наше волшебство, что какое-то там манерение волшебной палочки все это порешает. На самом деле, все равно будет решаться все борьбой, как будут настроены люди. Но, тем не менее, да, вот на фоне недавно были там выборы, туда-сюда. И получается, что для рабочих, если они действительно хотят участвовать в действительных выборах, где они имеют право голоса, не только право голоса, а имеют влияние какое-то, это вот у себя на предприятии, то есть непосредственно можно делегировать человека, который рядом с тобой работает, которого ты знаешь. И тем самым уже, то есть формируется вот эта делегация, да, не из каких-то там людей, которые где-то далеко, непонятно за что выступают, какие у них цели и задачи, а люди, которые непосредственно здесь. И один из важнейших моментов, да, что это можно делать уже здесь и сейчас. То есть сегодня, завтра, послезавтра, да, просто для этого, как бы, вопрос о создании профсоюза, он как бы, ну, немного такой на перспективу, то есть как бы с людьми разговариваешь, там надо взносы вносить, да, как-то это собрание проводить. И как бы людей вот эти моменты, они, ну, не все соглашаются, а именно создание вот этой конференции, он в этом плане, ну, как бы, в некотором смысле проще. Да, то есть все-таки, как бы, организовать всю массу сразу, получается сложнее, чем, как бы, потихонечку, постепенно, с одной группой поработать, с другой, где-то единичной. И поэтому в этом плане мне, как бы, и хотелось товарищей обратить на это внимание и действительно использовать вот эту возможность, потому что она, ну, вот даже товарищи на практике доказали, что она рабочая, этот вопрос был рабочий, то есть он действительно его живет, его можно реализовать сегодня. Поэтому, спасибо. Есть проект постановления по данному вопросу? Проект постановления Российского комитета рабочих о борьбе за продвижение проектов прогрессивных коллективных договоров. Российский комитет рабочих отмечает, что в ряде рабочих коллективов на крупных предприятиях разработаны проекты прогрессивных коллективных договоров и ведутся сборы подписей в поддержку этих проектов в соответствии с постановлением Российского комитета рабочих от 6 ноября 2023 года О борьбе за продвижение прогрессивных коллективных договоров. На данном этапе работы не менее важно позаботиться о формировании представительного органа работников предприятия, имеющего право проявить инициативу вступать в коллективные переговоры с работодателем по заключению в дополнению изменения коллективного договора согласно статье 37 Трудового кодекса РФ. Профсоюзные организации, объединяющие более половины сотрудников предприятия, получают такое право автоматически и формируют состав представительного органа решением правкома. В этом случае Российский комитет рабочих рекомендует инициативным группам вести активную борьбу по рабочиванию руководства первичной профсоюзной организации или заручиться поддержкой действующего правкома. Коллективам предприятий, филиалов, обособленных структурных подразделений, профсоюзы которых не объединяют более половины работников, рекомендуется создавать условия для формирования представительного органа работников по нескольким направлениям. Первое. Заручиться поддержкой руководства профсоюза или профсоюзов или обеспечить большинство голосующих в поддержку кандидатов, осознающих необходимость заключения прогрессивного коллективного договора на выборах в правком. Второе. Получить доверенности от работников, не входящих в профсоюз, на правом представлять их интересы в коллективных переговорах. Третье. Сформировать делегацию из числа представителей инициативных групп рабочих, осознающих необходимое заключение прогрессивного коллективного договора, из числа которых может быть выбран иной представительный орган работников, утвердить своих делегатов посредством проведения общего собрания работников предприятия в форме очно-заочного голосования. Работникам обособленных структурных подразделений крупных предприятий при продвижении проектов прогрессивных коллективных договоров и формировании представительного органа работников, отстаивая свое право на это, рекомендуется ссылаться на статью 40 Трудового кодекса РФ и статью 11 Налогового кодекса РФ определения обособленного структурного подразделения. Нижний Новгород, 7 апреля 2026 года, ну раз если мы завтра будем принимать в целом постановление. Предлагается принять проект постановления, взять проект постановления за основу, кто за, против, воздержавшись. Предлагаю записать. Субтитры создавал DimaTorzok